Совещание проводил глава города Андрей Шубин. Комитет по городскому хозяйству доложил о ремонтных работах в городе. В парке второго микрорайона в рамках проекта «Комфортная городская среда» устанавливается освещение. Также около первого дома второго микрорайона идёт укладка асфальта. Жители третьего микрорайона дома номер 1-Б пожаловались в администрацию на скопившийся мусор у входа и разбросанные окурки на придомовой территории. Глава города поручил разобраться в этой ситуации. Вчера мы разбирались, у меня материалы служебной проверки в отношении начальника ЖЭО и той бригады, которая ответственна. Поступают обращения граждан по этому вопросу. Они правы. То есть каждый нужен отвечать за своё направление. Ну и плюс параллельно проверить все игровые площадки по третьему микрорайону. Коммунальные службы готовятся к осенне-зимнему периоду. В данный момент проводятся ремонтные работы на теплосетях первого и третьего микрорайонов. О спортивных мероприятиях на этой неделе нам рассказала руководитель Комитета по культуре, спортной и молодёжной политике Анна Королёва. 24 августа в 11.00 на баскетбольных площадках 4 микрорайона состоится торжественное открытие чемпионата 3х3 планеты баскетбола «Оранжевый атом» среди филиалов АО «Концерт Росэнергоатом». С 24 августа по 26 августа в нашем городе проходит открытый кубок Центра России, кубок ПО «Полимер» среди мужских и женских команд по пляжному волейболу. Место проведения спортивной площадки на территории стадиона детско-юношеской спортивной школы. 24 августа в 19.00 площадь администрации лайф-концерт победителей первого сезона уникального проекта «10 атомных песен» в рамках проекта «Территория культуры Росатом». И также с 25 августа по 26-е на базе ФОК «Десна» состоится открытый турнир по бомбинтону «Атомный валан-2018». Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний, пройдут в наших школах 3 сентября в 10 часов утра. Инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне.